МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финал шестого сезона. Объявлены победители конкурса социальных проектов «Мы – это город-2018». Качество и сервис. Международная конференция служб сбыта предприятий группы «Метинвест». ТОП-100. Комбинат «Запорожсталь» в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины. Большой финал большого конкурса. В Запорожье назвали победителей шестого сезона конкурса социальных проектов «Мы – это город», который проводит металлургический комбинат «Запорожсталь». В этом году на участие в конкурсе «Мы – это город» было заявлено 287 проектов. По словам представителей городской власти, благодаря конкурсу в городе появились сотни неравнодушных граждан. «Хочется поблагодарить «Мы – это город» за то, что есть место, куда можно прийти со своими идеями и получить возможность воплотить их в жизнь. Я хочу поблагодарить комбинат «Запорожсталь» и всю группу предприятий за то, что они с шестой год реализовывают такой сложный проект, увеличивая бюджет, увеличивая организацию этого проекта. И мы видим результат, увеличивая количество и участников, и победителей, которые продолжают жить. Я хочу спасибо сказать городу Запорожья за наших креативных запорожцев, за небезразличных запорожцев, за всех тех людей, которые встали с дивана и своими идеями, своим потенциалом доказывают, что город необходимо менять своими руками. И также я хочу спасибо сказать всем за то, что такой классный проект живет, продолжает развиваться. И я уверен, что после побед в этом году, в следующий год придут новые идеи, новые возможности, наш город станет лучше. В этом году заявленный бюджет проекта составлял 4 миллиона 300 тысяч гривен. Но начало церемонии объявления победителей стало приятным сюрпризом для участников. В очередной раз, это уже стало приятно, что каждый год мы... У нас не хватает, скажем так, решенности убрать хорошие проекты, просто хорошие проекты и оставить только лучшие проекты. Всегда находятся те проекты, на которые, наверное, финансирование изначально не предусмотрено, но их очень хочется реализовать. И каждый год мы увеличиваем бюджеты. Я рад вам сообщить, что в этом году бюджет проекта также увеличен на 1 миллион гривен. Для того, чтобы максимальное количество проектов получили свое путевку. Благодаря тому, что к конкурсу присоединились Запорожь Кокс, Огнеупор и Литейно-Механический завод, удалось значительно увеличить количество грантов. Мы рады в том, что сегодня удалось именно нам вручать победителям в номинации самый сильный проект. Я уверен, что уже скоро в заводском районе появится на табельный сквер. И мы прекрасно знаем, что сегодня не только важно очень хорошо работать, но очень важно хорошо отдыхать, набираться положительных эмоций. И именно эта новая точка на каждой Запорожье позволит это делать эффективнее. Уже несколько лет подряд на сайте конкурса сами запорожцы могут проголосовать за народный проект, который получает дополнительные баллы от экспертного совета. В этом году народным стал проект по установке пандусов в жилых домах. Сегодня я вручаю приз, не выпала честь именно народному проекту. Это то, за что именно все горожане отдали свои голоса, отдали свои предпочтения. И если сегодня свои симпатии, свои голоса отдали жителям нашего родного города этому проекту, то наше предприятие Запорожковск, как многолетний партнер, с удовольствием поможет воплотить этот проект в жизнь. В этом году в конкурсе победили 73 проекта. И это тоже рекорд шестого сезона «Мы – это город». По словам организаторов, шестой сезон доказал, что идея проведения конкурса жизнеспособна. А значит и сам конкурс, и его проекты будут и в дальнейшем воплощаться в жизнь. Сегодня было много небезразличных людей. Тех людей, которые хотят сделать наш город лучше для нас и для наших детей. Проект очень успешный. Уже в течение пяти лет в результате мы бюджет увеличили с 700 тысяч до 5 миллионов. И в этом году благодаря этому проекту будут реализованы десятки хороших, классных идей. И результаты этих идей, я думаю, десятки тысяч жителей увидят в своем подъезде, в своем дворе, в своих скверах, в школах, куда ходят наши дети. Поэтому я искренне рад, что действительно есть много небезразличных людей, которые хотят что-то делать и уверят, вместе с ними мы изменим наш город к лучшему. Внутрикорпоративное сотрудничество и ориентация на клиента. Независимо от объемов заказа, такие принципы работы, служб, сбыта, предприятий, группы Метинвест. Для того, чтобы успешно конкурировать на внутреннем и мировом рынках, увеличивать объемы и улучшать логистику и сервис, рассказать об успешном опыте в Запорожье приехали руководители и сотрудники коммерческих подразделений Метинвеста. Выбор города для очередной конференции не стал случайным. Запорожье – это, во-первых, очень дружелюбный и гостеприимный город, и дружелюбные и гостеприимные люди здесь. Мы всегда рады сюда приезжать, и наши сотрудники всегда рады сюда приезжать. И, конечно же, потому что продукция, которую производят заводы города Запорожья, конечно же, в первую очередь, Запорожьсталь – это продукция, которая очень важна для компании Метинвест и очень важна для многих потребителей. И потребителей, которые находятся в разных странах, которые находятся и в Украине, в Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, на сегодняшний день даже на американском рынке. Работу конференции открыл генеральный директор металлургического комбината «Запорожьсталь» Ростислав Шурма. Сегодня, мне кажется, будет очень много интересных тем для обсуждения, и мои ребята с завода здесь будут. Завтра, я надеюсь, вы с удовольствием сможете, кто не был на заводе, познакомиться с заводом. Кто был, увидите изменения, которые на нашем комбинате произошли за последние несколько лет. В принципе, у нас есть чем, что показать, и вам будет что увидеть для понимания лучшего продукта, который вы продаете. В 2017 году предприятия группы произвели 7 миллионов 600 тысяч тонн стали и 5 миллионов 800 тысяч тонн готовой продукции. Плюс к этому десятки миллионов тонн железорудного и угольного концентратов. При таких объемах производства стабильный избыт становится главной задачей компании. Одно из подразделений работает на Ближнем Востоке. Здесь производителям удалось наладить стратегическое сотрудничество с производителем опресняющего оборудования. Самое интересное – это достаточно новые проекты по воде. Потому что в Саудовской Аравии нет питьевой воды, практически ее нет, и они опресняют. И компания, с которой мы недавно действительно начали очень близкие отношения, называется SWCC, «Салим Water Conversion Corporation», она опресняет воду и так практически дает воду для всего вот этого маленького субконтинента. Эта компания, она самая большая в мире по опреснению воды. 20% воды, которая в мире опресняется, именно эта компания. Поэтому эта связь очень хорошая. Мы уже начали поставлять для их проектов и думаем, что в будущем только будет расширяться. Конкурентные преимущества предприятий группы – качество, цена и логистика. Мы себя доказали уже последних, я бы сказал, 7-8 лет, как самый регулярный поставщик. Значит, у нас гарантированно каждый месяц идет судно, которое идет в Саудовскую Аравию, в Джеду порт, в Джебел-Али, в Эмиратах, еще некоторые другие порты в регионе. Поэтому наша продукция, особенно лист, очень качественная, вовремя продается и установились очень хорошие и персональные отношения с большинством покупателей. Руководители группы «Метинвест» выделяют три главных составляющих успешных продаж. Конечно же, развитие сервиса нашим потребителям, повышение качества продукции и снижение себестоимости – это три основных столпа, на которых жиждется конкурентноспособность нашей компании. И от того, насколько мы выиграем в этой конкурентной борьбе, будет зависеть наше будущее с вами и будущее наших детей. К сервису можно отнести и своевременные поставки любых оговоренных контрактами объемов продукции. Если сравнивать с автомобильными и железнодорожными перевозками, использование речного и морского транспорта позволяет экономить и время, и деньги. Пример успешного сотрудничества – Запорожский речной порт, который участники конференции посетили на второй день работы. Большая часть грузов, отправляемых из порта – готовая продукция комбината «Запорожсталь». Отсюда она уходит в порты Черного моря, а затем практически по всему миру. Я считаю, что речная логистика для металлургии, особенно в сегодняшних реалиях, в которых мы живем, с убитыми дорогами, с железнодорожными тарифами, которые растут, наконец-то, может быть, выйдем на тот тезис, который все время бытует, о том, что речные перевозки самые дешевые. Запорожсталь и порт сотрудничают с 2012 года. За это время удалось наладить современную систему учета и распределения металлопроката в порту. Это, соответственно, увеличило его пропускную способность и скорость загрузки транспорта. Из учета данных за этот год комбинат уже отправил через порт более трех миллионов тонн продукции. А это уже «Запорожсталь» на комбинате. Делегаты конференции смогли лучше познакомиться с производством металлопродукции. Понимание процессов, умение рассказать об особенностях производства на каждом предприятии группы также способствуют улучшению продаж. Второй день традиционно мы посещаем производственную площадку. И здесь как раз есть возможность того, чтобы люди, которые торгуют, но не видят иногда продукцию, с которой мы столкнулись, чтобы мы показали, в чем состоит ее ценность, какие критерии качества и где контролируются. Гостью видели самые современные производственные цеха «Запорожсталь». В первую очередь это НТА-4. Линия соляно-кислотного отравления позволяет улучшить потребительские качества продукции комбината. В первую очередь хочу сказать спасибо организаторам и руководству комбината за возможность посещения, за организацию этого процесса. Для нас, как для продаж, достаточно важно понимать все технические процессы производства, понимать нюансы, специфику, знать какие-то узкие места. Потому что хочется отметить, что на сегодняшний день рынок уже перестал быть рынком продавца, и сейчас это рынок покупателя. Визит на «Запорожсталь» дал участникам конференции еще одно важное понимание – насколько сложный труд «Металлурга». Наверное, от лица всех людей, задействованных в продажах, хотелось бы поблагодарить производственный персонал за то, что в таких жестких, сложных условиях стараются и получают такой качественный материал, нашу сталь. А мы уже дальше на рынках сбыта делаем все самое возможное, чтобы, по сути, развивать и дальше наши производственные площадки. Тесное сотрудничество между предприятиями группы, способность предвидеть потребности клиентов и оперативно вносить изменения в производственный процесс. В этом, как говорят на «Запорожстале», залог успешной работы на рынке металла. На сегодня важно при работе с клиентами не только думать о том, что мы будем продавать завтра, что будем послезавтра грузить, а каким мы видим для себя рынки сбыта уже непосредственно на ближайший период и на каркасовское будущее. Потому что те торговые войны, которые на сегодня идут на мировых рынках в отношении, в первую очередь, экспортеров, а мы, как комбинат, являемся экспортером, мы говорим о том, находить постоянно новые формы сотрудничества и находить будущее для наших заказов, потому что мы, как производство, готовы выполнять те требования заказов, которые определяет рынок. И технические специалисты, слава Богу, нам в этом помогают, и за это им большое спасибо от службы продаж. Зарплаты бюджетникам, социальная помощь всем, кто в ней нуждается, пенсии и реализация всех намеченных бюджетных программ и проектов. Все это зависит от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Запорожская область – один из лидеров по сборам и несколько лет подряд демонстрирует устойчивый рост по этому показателю. За 6 месяцев текущего года в Запорожском управлении было собрано бюджет, во все бюджеты, сводный бюджет, 8,8 миллиарда гривен. Это плюс 82% рост динамики к прошлому году, если в деньгах, это плюсом 4 миллиарда гривен. Местный областной бюджет получил 1,1 миллиарда гривен, это тоже обеспечен рост. Динамика сохраняется положительно. По итогам первых шести месяцев 2018 года фискальная служба Украины составила рейтинг, куда вошли крупнейшие налогоплательщики страны. Приятно отметить то, что в этот топ 100 плательщиков попали 13 плательщиков Запорожского региона, где стоят на учете в Запорожском управлении. Это такие предприятия, как Запорожсталь, Запорожкокс, Калсберг Украина, Матурсич, Железорудный комбинат. Это те предприятия, которые были отмечены в рейтинге топа 100 предприятий. То есть приятно осознавать, что наш регион тоже достойно представлен в этой сотне. В частности, металлургический комбинат «Запорожсталь» за первые шесть месяцев этого года перечислил в сводный бюджет около 1 миллиарда 900 миллионов гривен. В бюджет Запорожья предприятие перечислило более 331 миллиона гривен. Планомерная реализация масштабной экологической программы по модернизации предприятия. На металлургическом комбинате «Запорожсталь» ввели в эксплуатацию новую пятисекционную градирню для охлаждения воды, которая поступает от доминого цеха. Современный израильский агрегат гораздо эффективнее и при этом компактнее аналогичных градирин, которые работали на предприятии раньше. За счет лучшего охлаждения воды и замкнутого цикла комбинат «Запорожсталь» существенно сократил забор воды из Днепра. Соответственно, снижаются и сбросы в главную водную артерию страны. Строительство новой градирни позволит сократить забор свежей воды из реки Днепр на 4,6 миллионов метров кубических в год. Соответственно, сокращаться истоки в реку Днепр. Поэтому для нас это экологическое мероприятие, кроме этого это еще и энергетическое мероприятие. Благодаря современному оборудованию электропотребление новой градирни на миллион киловатт-час в год меньше. И такая экономия тоже имеет свой экологический аспект. Сокращаются выбросы парниковых газов, генерируемых отечественной энергетикой. Инвестиции комбината в запуск и строительство новой градирни составили 40 миллионов гривен. Всего же за последние 6 лет в экологическую модернизацию «Запорожстали» вложено около 9 миллиардов гривен. На сегодняшний день мы максимально выполняем все мероприятия запланированные и дополнительные. Вот это вот является дополнительным мероприятием. Потому что мы понимаем свою ответственность перед городом, перед областью. И стараемся снижать воздействие на окружающую среду. Кубок по футболу металлургического комбината «Запорожсталь». В 69-й раз лучшие команды предприятия разыграли между собой этот престижный трофей. На прошлой неделе состоялась финальная игра с участием двух принципиальных соперников. Обжимного цеха и цеха горячей прокатки тонкого листа. Если в прошлом году обжимному цеху удалось разгромить оппонентов со счетом 8-3, то этот матч оказался не таким уж и легким для команды. Оппоненты лучше подготовились к поединку. У нас есть такой плюс, нам выделяют денежку на острове Хортица, мы проводим тренировки. По субботам стараемся бегать там, собираться командой, потому что мы вместе не играем. Только вот в эти сезонные игры, когда проходит чемпионат на «Запорожстале». Ну, я думаю, это нам пригодится и добавит какой-нибудь плюс к игре. Мой молодой коллектив, ну, даже, в принципе, какие они, тут победит сильнейший. То есть каждый фактор будет играть роль, бороться на каждом кусочке футбольного поля, то есть до конца. И это самое главное. Что же касается команды обжимного цеха, то они были явными фаворитами, ведь уже 4 года подряд становились обладателями Кубка «Запорожстале». Некоторым цехам сложно собрать боевые составы, они когда узнают, что попадают на нас, считают, что лучше мы не придем, чем вот это придем и получим 10 мячей результатов. Во время игры командам не везло с реализацией моментов. Основное время завершилось со счетом 0-0. Судьбу Кубка определили после матчевые пенальти, во время которых более меткими оказались игроки обжимного цеха 2-0. Благодаря такому результату коллектив в пятый раз стал обладателем желанного трофея. Это одна из лучших команд, которая нам противостоит всегда. Сложно с ними играть, хорошее нападение у них, братарь достойный. Но мы всегда с этим справлялись. Сзади на ноль, впереди забили и все. После тяжелой работы игроки находят время, чтобы тренироваться. Благодаря настойчивой подготовке команды с каждым годом улучшают свои навыки. На комбинате «Запорожсталь» проходит масса спортивных мероприятий. Мероприятий, которые направлены на развитие физкультуры и спорта среди наших работников. Но именно этот кубок, именно эта игра, она долгождана в каждом структурном подразделении. И сегодня мы наблюдали лучших из лучших. И то чувство гордости, которое есть у каждого работника, который сегодня представлял свое структурное подразделение, оно передается на других работников комбината «Запорожсталь». Субтитры создавал DimaTorzok